Всем доброго времени суток! Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Ева Лехцер. И в текущем видео хочу ответить на ваш вопрос. Это расклад по запросу, который оставляли мне в комментариях. Ваши запросы буду выполнять постепенно. Сейчас пока на это нет физической возможности, но тем не менее. Очень часто вы задаетесь вопросом, для чего вам нужны эти отношения. Неважно, они у вас в настоящем, они у вас в прошлом, либо они у вас только-только начинаются. И вы хотите для себя прояснить, что же в них. Стоит ли каким-то образом в них вкладываться, стоит ли их развивать и к чему это, в принципе, вас приведет. Поэтому я выложу 8 вариантов. Первый аркан будет показывать ситуацию, которая между вами с партнером, либо партнершей происходит на данный момент. Можете даже смотреть расклад те, у кого однополые отношения. То есть ситуация, суть и роли, и дело это не меняет. И второй аркан покажет, для чего вам эти отношения нужны. И нужны, и даны. Работать я сегодня буду с колодой второго пути предков. Для тех, кто интересуется и практикует сам. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Визуализируйте себя, либо партнера, партнершу. Вы можете даже выбрать несколько вариантов, если у вас несколько партнеров, и сопоставить, для чего же вам даны эти отношения. Итак, что происходит в отношениях на текущий момент, и для чего они даны. Это первый вариант. Что происходит, для чего даны. Что происходит, для чего они даны. Все, пожалуйста, настраивайтесь, выбирайте свой вариант. Тот, который на вас смотрит, либо тот, который вы себе продумали заранее. Может быть, это ориентируется на числовое, да, и вы продумали какую-то цифру. И будем с вами смотреть, о чем здесь идет речь. Если необходимо, будем дополнять сопутствующими картами. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Что в ваших взаимоотношениях происходит на данный момент? Ну, здесь по семерке жилов могу сказать однозначно. Это через тернии к звездам. Каждый здесь либо отстаивает свои интересы, либо идет внутренняя борьба. За свои права, за свои ценности, за какие-то взгляды на жизнь. То есть не исключено, что в этих взаимоотношениях каждый тянет одеяло на себя. Но, тем не менее, отношения дают вам очень многое. Это, знаете, развитие, личностный рост. Это духовный рост. То есть идет мотивация. Вот видите, вы идете к своему озарению. То есть даже, например, если с партнером, либо партнершей у вас ничего не выйдет, то этот человек однозначно сыграет судьбоносную роль. Потому что благодаря вашему партнеру, либо партнерше, в вашей жизни произойдут кардинальные перемены. Для чего даны вам эти отношения? Вот видите, шестерка жезлов. Движение к цели, стремление вперед. Это может быть даже ситуация переезда. То есть переехать к партнеру, либо партнерше. Желание съехаться. Но в старинных толковниках могу сказать, что еще это карта брака. Мы сейчас дотянем все-таки сюда аркан. Надо бы посмотреть, о чем здесь идет речь. Ну, по королеве жезлов могу сказать, особенно если вы женщина огненной стихией, в этих отношениях это обрести себя. Расцвести. Раскрыть весь свой потенциал в первую очередь. То есть без привязки, будет ли у вас или не будет у вас брак. Но тем не менее отношения дадут вам массу положительных эмоций. И становление вас как женщины. Если смотрит здесь мужчина, то по королеве жезлов это в первую очередь обрести партнершу, которая вас будет подпитывать в плане энергетики. Заставлять двигаться вперед, то есть стремиться к чему-то. То есть давай, давай, вперед, быстрее, выше, сильнее. Человек, который дает вам развитие. То есть я повторюсь. Даже если у вас здесь не сложатся стабильные длительные отношения, через этого человека вы обретете колоссальную трансформацию. И более того, знаете, как этого человека вы будете вспоминать всю жизнь благодарностью. Потому что здесь вы, даже если это будут болезненные перемены, вы поймете, что именно ради этого человека вы стали тем, кем стали, либо к тому, к чему стремились. Так, относительно второго варианта. Что здесь? Что между вами на текущий момент? Либо между вами на текущий момент разрыв, либо на текущий момент между вами расстояние. Потому что, как вы видите, однозначная ситуация ухода. Либо желание уйти от их отношений, этой связи. Либо невозможность преодолеть дистанцию, которая между вами на данный момент. Для чего вам дана эта связь? Ну, по четверке жезлов я сейчас уточню. Потому что здесь либо кто-то ушел в семью, если здесь была ситуация любовного треугольника, да, остался в семье. Либо, если вы оба свободны, это может быть действительно ситуация преодоления дистанции с целью создания семьи и брака. Поэтому здесь вы примеряйте, пожалуйста, к себе, что у вас конкретно. Сейчас я вам покажу по связке карт. Значит, однозначно, что здесь происходит? Вот если по связке карт, все-таки проиграется вариант для тех, у кого была ситуация любовного треугольника. Потому что здесь однозначно либо партнер, либо партнерша, в зависимости от того, кто из вас смотрит, мужчина или женщина, вернулся в те стабильные отношения, которые у него были. И у вас, как следствие, по четверке кубков депрессия, стагнация, разочарование. Либо мог еще быть такой вариант. Партнеры от вас, либо партнерша ушли, потому что вы в семье. Теперь, для чего дана была эта связь? По четверке кубков это переоценка системы ценностей. Это желание посмотреть на свою жизнь в эту гробу, поднять, что для вас более значимо, что для вас более ресурсно. Да, вас отогоняет ситуацию отчаяния, но вместе с тем это осознание того факта, от чего вам в жизни нужно отказаться. Либо что нужно преодолеть, либо что для вас важнее, какие ценности. То есть любовь, чувство, либо стабильный материальный комфорт, привязанность к семье, детям и так далее. Это то, что у вас здесь идет по второму варианту. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. Что между вами на текущий момент? Ну, по тройке Пентакли это желание строить отношения. Во всяком случае выстраивать. Хотя, скажу честно, это очень тяжело, потому что по тройке Пентакли это могут быть разные взгляды на жизнь, это может быть разный ментал, люди вообще разных культур, национальностей. Между вами также по тройке Пентакли. Вы можете быть других религий, либо людьми из других городов, особенно вот по этой колоде. Потому что здесь, вы понимаете, сходятся противоречия. Вы абсолютно разные. И даются эти отношения очень сложно, очень тяжело. Много попыток преодоления конфликтов, каких-то конфронтаций внутри вашей связи. Для того, чтобы создать потом впоследствии длительный стабильный союз. Хорошо. К чему вы здесь идете? По королю мечей. Если у вас мужчина воздушной стихии, это водолеи, весы, либо близнецы, мужчина однозначно будет ведущим в этой паре. Либо будет, скажем так, от него будет зависеть развитие отношений в целом. Мы сейчас дотянем, что же здесь конкретно. Что у вас здесь? По королю мечей, это, знаете, какая-то ситуация холодного расчета. Желание достичь своей цели очень быстро, молниеносно. Почему вы здесь сидете? Ну, здесь, видите, вот принцесса Пентакли, это все-таки, если кто-то думал о стабильном длительном союзе, то, как вы видите, это быть матерью. Ситуация деторождения, ситуация становления. Поэтому здесь, если вы думали, к чему идут отношения, здесь однозначно, ну, я не могу сказать, что это к браку, но то, что у вас от этого человека может быть ребенок, это факт. Потому что не всегда ситуация зачатия ведет к ситуации брачных отношений. Но вот, тут однозначно какой-то холодный расчет, либо какая-то позиция получить свое. Паш Пентакли – это карта не только нового опыта. Кстати, в большей степени еще проиграется для тех, у кого уже есть. Есть ребенок и будет второй на подходе, это однозначно. Но человек вам идет для того, чтобы, скажем так, дать вам еще раз шанс материнства. Но давайте все-таки уточним, будет ли у вас здесь семья, чтобы мне потом не писали в комментариях, не задавали этот вопрос. Потом уже, ну, зачатие однозначно, но перспективы брака здесь очень велики. Поэтому те, кто выбрал третий вариант, рассматривайте эту кандидатуру. Не важно, мужчина вы или женщина. То есть здесь, если вы мужчина, то вы будете ведущим в отношениях уже без привязки к стихии. Вы здесь будете отставить свои права, свои позиции. Если вы женщина, то могу вам сказать так. Здесь с этими отношениями будет рулить мужчина. Вам придется здесь только как бы подчиняться. Еще, кстати, по связке карт. Вот. Это может быть союз из-за беременности. Вот так. Если касается именно официального брачного союза. Хорошо. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Что происходит в ваших взаимоотношениях на текущий момент? Часто очень карта указывает на дистанцию. То есть разъезды, переезды. Либо вообще в других городах, в других странах. Либо вы в большей степени общаетесь посредством переписок, смс и так далее. То есть дистанция. Дистанция желания преодолеть эту дистанцию. Каким-то образом сблизиться. Здесь нехватка общения, нехватка, ну, знаете, как и времяпрепровождения. Потому что по восьмерке жезлов это хочется чаще, больше коммуницировать, проводить время, наслаждаться друг другом. И для чего вам даны эти отношения? Ну, вот по колеснице. Совместное движение вперед. Ну, вот здесь четко идет вопрос дистанции. Либо желание съехаться. Либо может быть даже совместная поездка. Давайте посмотрим, к чему здесь идет дело. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Луна. Ну, в первую очередь это ситуация познания себя. То есть через человека вы откроете свои какие-то внутренние грани. Человек вам поможет разобраться с вашими внутренними блоками, либо проблемами. Потому что здесь он для вас будет как отражение, как зеркало. Будет вас четко зеркалить в ваших поступках. Достоверно по отношению друг к другу, как вы к людям относитесь. Вы в этом человеке будете видеть себя. К чему ваш союз придет? По пятерке кубков у кого-то здесь будет ситуация болезненного выбора. Особенно я могу сказать так. Вне зависимости от того, смотрит здесь мужчина, либо женщина, у кого-то здесь из вас будет попытка усидеть на двух стульях. Видите? И как следствие придется делать выбор. Потому что опять же Луна это не только от зеркаливание, но это ситуация карта измен, карта обмана. То есть болезненный выбор. Вот так. Хорошо. Переходим с вами к пятому варианту. Что же у вас здесь? Так. Что происходит на текущий момент? Ну, под руки мечей ситуация разбитого сердца. Либо однозначно у вас тут проходит любовный треугольник, либо разорваны отношения, и это вас вот ранило, говорится, в самое нутро. Потому что здесь, ну вот как по прорисовке, один мужчина, две женщины. И мужчина здесь решает, ну как ведущим является в этой связи. То есть последний глаз идет здесь за ним. Ну и к чему ваши отношения идут? К сожалению, здесь к разрушению. Как вы видите по связке карт, перспектив развития этой связи нет. Человек, для чего вам данные отношения? Для кардинальных перемен. То есть человек рушит все в вашей жизни, для того, чтобы вы начали жизнь с чистого листа. Я понимаю, что это болезненно и неприятно, но задача этого партнера, либо партнерши, именно такова. Знаете, как все испепелить до самых начал. Чтобы вы заново отстраивали свою жизнь. Вот такая вот очень тяжелая, жесткая трансформация. Так, для тех, кто у нас выбрал шестой вариант. Что между вами на текущий момент? Здесь падает королева Пентакли. Либо это уже стабильно устаканившиеся взаимоотношения. То есть вы находитесь в паре, либо вы являетесь супругой. Либо здесь также может идти вопрос о сопернице земной стихии. Телец, дева или козерог. Это то, что проигрывает на данный момент. Еще какой аспект. Почему озвучу много вариантов? Это не потому, что я угадываю, потому что смотрят многотысячную аудиторию. Ситуацию у всех разная. Либо между вами может стоять мать. Ваша, либо вашего партнера. Который не дает эти отношения развивать. К чему здесь идет? Ну, по восьмерке Пентакли это тяжелый труд над отношениями. Тяжелая борьба. Но вы оба в эти отношения будете вкладываться. То есть отношения здесь будут развиваться. С позиции того, для чего вам нужны эти отношения. Сейчас дотяну еще одну карту. Но вот пока на текущий момент по связке арканов. Человек, вы понимаете, может вам поменять ценности. Сейчас посмотрю, как с каком плане. Вот по отшельнику. Смотрите. Не только проработка внутренних блоков. А научить вас зарабатывать. Либо открыть глаза, на какую работу вам устроиться. Либо как открыть и развить свой бизнес. То есть здесь в первую очередь партнер вам идет для обретения финансовой стабильности. То есть даже если у вас с ним не будет длительных серьезных отношений. Это пойдет изменение потока сознания. То есть будет как толчок к каким-то переменам. Которые вам откроют ваш финансовый денежный поток. Вы будете хорошо зарабатывать. Потому что здесь вот по этой колоде в связке с этими картами отшельников. Человек, который имеет не только опыт, мудрость. Да, их солидный багаж знаний. Но человек будет стремиться к тому, чтобы достигать своих целей. Поэтому вот так. Партнерша, либо партнер даны вам именно для этого. Для тех, кто выбрал у нас седьмой вариант. Что между вами на данный момент? Ситуация кризиса. Либо холод, либо разрыв отношений. Потому что по пятерке пентаклей. Это ситуация отчуждения. Духовная бедность, отсутствие духовного родства. Либо, знаете, еще такой момент. Идет осознание того факта, что не пованьте шапка. Либо вы не дотягиваете до партнера, партнерши с позиции ряда ценностей. То есть возраст, социальное развитие, духовное развитие, материальные планы и так далее. Либо партнер или партнерша не дотягивают до вас. И вас это может гонять в ступор. Потому что вы понимаете, что между вами огромная пропасть. Но не понимаете, что вам с этим делать. К чему здесь все идет? А здесь идет колесо фортуны. Какие-то кардинальные изменения по судьбе. То, что вы партнер кармический, либо партнерша. Это факт. Сейчас посмотрим, что вы здесь отрабатываете. Для чего мы эти отношения даны. Ну, по аркану сила. Обретение внутренней силы. Это сильная эмоциональная, сексуальная тяга. Это желание идти на компромиссы со своим любимым человеком. Это изменение себя. Своих каких-то взглядов и ценностей на жизнь. Потому что вот под узул лучей будет отсечение ненужных факторов для развития отношений. Потому что здесь вы будете стремиться все-таки преодолевать барьеры, либо проблемы. Что вам по этому бета даст? Здесь падает принцесса Жезлов. Вот принцесса Жезлов. Смотрите, здесь по связке карт. Не идет речь о брачных отношениях, но партнер, который заставит вас развиваться, полностью меняться. Ну, то есть у кого-то избавиться от вредных привычек, у кого-то в целом от общения с ненужными людьми. Потому что здесь именно по принцессе Жезлов это желание выйти на какой-то более новый уровень. Либо соответствовать партнеру, либо партнерше. Человек в целом может вас толкать к новым горизонтам. То есть перспективы здесь создания семьи и брака я не вижу. Но вот по связке арканов 100% отработка кармы. Причем карму здесь отрабатываете вы. Так. То есть улучшение социального уровня жизни. Вот для чего вам дан партнер. Благодаря ему вы будете меняться. Для тех, кто у нас выбрал последний восьмой вариант. Здесь у нас падает принц Жезлов. Что могу сказать? Что между вами сейчас? Либо кто-то ожидает звонка, письма, известия. Либо общение по переписке. Плюс какой-то непривычный, нестандартный формат общения. Не то, чтобы вас текотит или отталкивает. Но вы хотите перевести свое общение уже на какой-то новый уровень. Прийти к новым вершинам. И что вас здесь ждет? Ну, по аркану жрец, могу сказать так. Что здесь все дело идет к браку. Потому что хоть здесь изображена ситуация инициация. Духовный личностный рост. И кто-то из вас может для другого являться духовным наставником. Но тем не менее, это карта бракосочетания. Карта венчания. Карта официального создания семьи. Поэтому те, кто здесь ждал, тут дождутся. Вот такой у вас вышел сегодня расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях. Как он у вас проигрывается, либо не проигрывается. Для меня очень значима ваша обратная связь. Буду вам признательна за ваши отклики. Ну, а для тех, кого интересуют мои индивидуальные консультации. Ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я искренне благодарю вас за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!